приветствую вас друзья в этом видео расскажу вам про боновый магазин ассортимент обновился больше десяток завезли и в этом видео как раз таки про десятый уровень и пойдет речь расскажу вам про все десятки про все восемь штук но буду краток чтобы сильно не затягивать начнем от самых слабых и менее актуальных и дойдем в итоге к самым сильным и имбовым десяткам за боны вначале еще скажу что все танки за боны я считаю актуальными и хорошими кроме самого последнего места с которого мы сейчас и начнем в 215 by 183 я ставлю на последнее место поскольку это очень нестабильный танк по статистике этот танк занимает одни из самых последних мест конечно тут еще играет роль то что эти бабахи очень популярны но это что эти танки очень нестабильные почему так происходит во первых очень долгая перезарядка ограниченные углы поворота башни слабые увн и слабая броня заднее расположение башни двигатель спереди танк очень часто горит слабо танкует орудие плохо стабилизировано долго сводится точность не самая лучшая поэтому это танк и тяжело реализовать пробитие основным снарядом у нас 310 альфа 1150 да это конечно крутые показатели но сведение больше трех секунд точность 038 ужаснейшая стабилизация особенно от поворота башни стабилизация от поворота башни примерно в два раза хуже чем у тяжелых танков с плохой стабилизации настолько все весело поэтому этот танк крайне нестабилен этот танк больше можно расценивать как фановый его люди берут совершенно не для того чтобы держать высокую средуху не для того чтобы тащить каждый бой а для того чтобы время от времени ваншотить танки поскольку специальный снаряд имеет альфу у нас 1750 это фугасы с пробитием 230 до пробитие не самое большое но если пробьешь соперник сразу станет шотной а если альфа пройдет то может быть сразу отправиться в следующий бой уже можете писать комментарии свои легендарные истории как вы ваншот эти имбовые танки каждый бой и статистов но все же будем честны насколько часто вы это делаете спросите у себя и поймете что реально этот танк очень нестабильный поэтому и занимает последнее место но еще немножко подолью масло в огонь мне прокачиваемая фв 4005 нравится больше поскольку на ней удобнее и легче подготовиться к выстрелу а на этих бабахах это самое главное у прокачиваемые лучше поворачивается башня она лучше ездит там лучше у воины да там башня пробивается фугасами но я бы не сказал что фв 215b 183 прям как-то там уж сильно танкует будем честны броня откровенно слабенькая но и прокачиваемым бабаха не горит в лоб что очень хорошо поэтому мой выбор честно говоря прокачиваемым бабаха но вы можете написать в комментариях какая вам больше нравится поскольку на бабахе самое главное пару раз за бой хорошо стрельнуть и пробить врагов и это будет уже невероятный результат и на прокачиваемые это делать гораздо легче если есть скилл это было у нас восьмое место теперь переходим к седьмому месту это амx 50 force 155 и уже начинаются танки которые мне нравятся то есть все остальные танки за боны с 7 по первое место мне все нравятся я считаю что они актуальны и хорошие просто они абсолютно разные но каждый для себя найдет что-то интересное и так почему мне нравится force 155 во первых пробитие базовым снарядом 293 специальным 395 пробитие невероятное так еще и альфа 750 и это еще не все это барабанный танк у него три снаряда в барабане с перезарядкой 48 секунд а между снарядами перезарядка 5 секунд орудие вниз опускается на 6 конечно хотелось бы больше но хотя бы столько точность 0 35 сведения 2 и 8 но также этот танк еще неплохо есть 50 максимальная скорость вперед и удельная мощность 18 я понимаю что многие недолюбливают фашей но возможно задумайтесь о том что вы может быть неправильно его использовали у него большие уязвимые зоны найти их легко пробивается этот танк несложно да у него в лд в принципе танкует и снаряды отбивает но с такими большими лючками в принципе пробивать его легко но у нас есть скорость и у нас есть барабан у этого танка в барабане 2250 урона это даже больше чем у бабахи с одного выстрела здесь прям еще больше шансов с барабана танк отправить в ангар и на этом танке нужно понимать смысл как на нем играть нужно отыгрывать роль охотника который из засады подлавливает соперников которые ошиблись отбились от стада и вы можете их наказать и при этом не нужно на первой линии что-то пытаться танковать поскольку это будет очень тяжело с такими большими узимыми зонами но если вы кого-то подловить вы можете смело отправить его в ангар с двух-трех выстрелов поскольку тут даже в двух снарядах 1500 урона получается до 5 секунд между выстрелами это приличное время но и альфа с пробитием тоже приличная мне очень сильно понравилось играть на этом танке он реально крутой и геймплей у него интересные на шестом месте я поставил объект 268 вариант 5 немножко легче на этом танке играть чем на фаше поскольку тут есть башня тут нет барабана который нужно долго раздавать один раз стрельнул и свободен тоже здесь тоже неплохая скорость удельная мощность почти 16 максималка 48 пробить и основным снарядом 293 ббшкой пробить и кумулятивом у нас 395 примерно такое же пробить и как у фаша альфа тоже у нас 750 перезарядка у нас 18 и 7 играть на этом танке в принципе несложно подлавливаем соперников даем им большую альфу пробития достаточно точность неплохая 0 35 сведения 2 и 8 по сути проще некуда танк обычнейшие прям как две копейки я считаю что у него минус принципе наверное один и он находится на башне это ромный лючок а так даже лоб башни чё-то танкует корпус у нас конечно не сильно танкует но в целом зато у нас есть скорость и можем подлавливать врагов ну и наверное второй минус у этого танка это орудие вниз опускается на 5 градусов если было бы хотя бы 6 то этот танк был бы прям вообще супер классный наверное из-за слабого склонения орудия вниз некоторым этот танчик не зайдет и им будет сложно поэтому обратите на это внимание пятерку лучших открывает у нас американский средний танк м-60 это большой средний танк не особо про броню он больше про скорость максимальная скорость вперед 60 удельная мощность 20 но еще и про орудия точность 0 32 сведения полторы секунды пробить основным снарядом 268 пробить и специальным снарядом 350 альфа 390 дпм 2800 что хочется сказать про этот танк да он конечно большой пробивается несложно но насколько же у него комфортное классное орудие и он очень быстрый то есть носимся по карте подлавливаем соперников и наказываем их своим крутым орудием по сути геймплей очень похож на геймплей какого-нибудь леопарда но орудия у леопарда я считаю получше чем здесь в первую очередь за счет того что там чуть чуть больше альфа а также у леопарда маскировка будет получше это танчик неплох и очень крут м-60 но есть прокачиваемые аналоги которые наравне а бывает даже немножко лучше не сказал бы что этот танк прям самый актуальный но он вполне себе хорош на четвертом месте 113 бейджин опера это очень быстрый китайский тяжелый танк 3d стиле таком вот необычным пробить основным снарядом у нас 249 а специальным 340 урон с выстрела 440 дпм 2750 точность 035 сведения 2 и 6 и это танчик еще и со временем апнут не прям уж сильно но он станет еще лучше в начале следующего года то есть можно этот танчик на вырост себе взять у него неплохая стабилизация крутое пробитие он очень быстрый максимальная скорость вперед 50 удельная мощность 17 с половиной орудия вниз опускается на 7 градусов но она на борт опускается лучше поэтому имейте это в виду да это танк не назовешь самым бронированным но в принципе грубо говоря это большая быстрая стэшка в роли тяжа танчик очень крутой если есть скилл самая большая наверное проблема 113 в том что нужен скилл чтобы реализовать это первое а второе то что он находится в коллекционных китайских танках если выкачать любую десятку китайскую можно спокойно его взять и купить китайские пт-шки сейчас очень сильные можно выкачать китайскую пт-шку и попутно еще и купить 113 из коллекции либо же в начале следующего года планируют апнуть китайские тяжелые танки выкачать в 111 5 а еще и 113 купить то есть есть варианты и заборный взять этот танк но можно его и грубо говоря выкачать тройку лучших у нас открывает 121 b это китайский средний танк с дпм 3000 и альфой 390 также пробитие здесь 261 специальным снарядом 350 точность 032 сведения 2 и 1 неплохая стабилизация и как по мне у этого танка минус всего лишь один орудие вниз опускается на 5 градусов для некоторых это будет неприемлемо если им тяжело играть без уэнов мне танчик очень сильно нравится в первую очередь за счет того что орудие у него просто нереально имбовая максимальная скорость вперед 50 удельная мощность 17 с половиной это не самый быстрый конечно средний танк но в принципе ездит танчик очень обалденный рекомендую попробовать тем более что аналога у такого танка нет его только за набрать на втором месте у нас т-22 средний я считаю что этот танчик сильнее чем 121 b но намного сложнее здесь есть очень жесткие минусы во-первых орудие вниз опускается на 5 градусов всего лишь а также точность 036 ее реально не хватает порой ну еще альфа тут всего лишь 320 пробитие у нас 264 специальным снарядом 330 максималка вперед 55 удельная мощность 22 этот очень бодрый очень стабилизированный но немного не хватает у нас у военов а также точности за счет чего этот танк выбирается у нас аж на второе место в первую очередь за счет того что он не так уж легко пробивается 121 намного проще пробивается но возможно для большинства наверное даже 121 b будет получше чем т-22 ср но для статистов и пряморуких танкистов возможно т-22 средний будет показывать все по статистике лучше по крайней мере у меня так сложно сказать какой из этих танков выше по орудию 121 b явно сильнее но по выживаемости т-22 ср лучше и пока вы лучше выживаете дольше живете вы соответственно и больше урон набиваете ну и понятное дело больше боев можете затащить я считаю что тот танк что этот очень сильные и актуальные тут уже на свой вкус и цвет и на первом месте очевидный фаворит у него попросту вообще нет конкуренции сто процентов это фв 215 b абсолютно заслуженно первое место после жесткого а по у этого танка очень хорошая стабилизация альфа 440 259 пробития специальным снарядом пробития 326 так еще и фугасом пробития 120 с альфой 515 то есть можно еще иногда и фугасиком кому-нибудь присадить у фл и 215 b есть один яркий плюс и один яркий минус орудие это несомненно плюс а вот выживаемость броня размер удобства танка это все минус то есть если у вас с выживанием и с ошибками в бою по перемещению по карте проблемы вряд ли реализует этот танк но если вы видите что происходит в бою и не подставляетесь лишний раз видите где враги подставляются и наказывать их то этот танчик вам зайдет урон в минуту 3000 сведение 1 из 7 точность 0 33 очков прочности у нашего танка 2 500 можно еще и поразмениваться очень хорошая стабилизация можно спокойно кататься до сватель турбина закалка чтобы хп было еще больше танчик быстрее ездил и успевал наказывать врагов в общем и целом танк реально очень сильный он может дать сдачи если враги подставляются он очень быстро набивает урон иногда можно и поразмениваться своим хп которого много и за счет альфы и дпм и враги ощутят что вы с ними разменивать то есть танчик очень жесткий и он реально после а поможет дать сдачи но реализовать это танчик конечно не легко здесь нужны прямые руки вот мы пробежались по всем танкам за боны я считаю что здесь каждый игрок может найти себе на свой вкус любой танчик и на котором посложнее играть и полегче и по имбовей и даже есть танчик для фана сейчас боновый магазин выглядит очень актуальным и там реально хочется потратить на какой-нибудь танк боны я считаю что это несомненно плюс пишите в комментариях какие вам танчики за боны больше всего нравится надеюсь я вам помог выбрать танчик за боны 10 уровня и когда в патче 1.23 апнут некоторые восьмерки я еще сделаю видео про танки 8 уровня за боны с вами был варчик играйте красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи пока спасибо за субтитры сделал DimaTorzok спасибо за просмотр спасибо за просмотр